Омские улицы Очень многие попали в Тюменскую область благодаря фармам Салманову, когда добыча нефти остались, женились, разошлись, разрастались потихонечку, вот и живем. А желания вернуться на родину нет? Только погостить. Ну, учитывая то, что я там жил всего лишь 18 лет и здесь 42, ну это о чем-то говорит, конечно, всегда хочется на родину вернуться, это кто это, мы всегда душой там, как говорится. Ну, омск для меня, конечно, вторая родина. Латыши из Старского района заметно выделяются в колонии разных народов с держанными эмоциями и костюмами. Цвета их нарядов, природных оттенков, никаких блесток и ярких элементов. Шерстяные юбки, льняные рубахи. В Омской области латыши-переселенцы вот уже 120 лет. Наши предки в 1897 году по Столыпинской реформе приехали из Латвии за землей, когда Столыпин делил землю, они приехали в Сибирь, поселились с тех времен и наши деревни там образованы. Среди тысячи участников парада национальностей заметно больше тех, кто называет себя русскими. Горьковский район в фольклорных нарядах, корнями образ из Черниговской гувернии, жарковато, признаются женщины. Наши переселенцы приехали из Черниговской области и у нас наш участник тачка, ездив в Черниговскую область, там собирал вот эти элементы фольклорного костюма. Оттуда вот они, все это произошло. Все это понемножечку, понемножечку готовилось, сшивалось и вот так получился такой костюм. Ученые доказали, в ДНК каждого человека есть следы не менее четырех разных национальностей, поэтому сейчас говорить о чистоте нации уже очень трудно. В параде в национальности приняли участие русские по паспорту. Денис Ионос и Юрий Дорошенко, Антенна 7.